Погодные условия играют огромную роль в жизни населения. Таким образом, ежедневные метели приводят к тому, что возникают проблемы передвижения по улицам города для пешеходов. А снег, лежащий на крышах домов, с которых, ко всему прочему, свисают огромные сосульки, могут привести к серьезным последствиям. Вот видите, какие тротуары. Вот здесь вот полметра до того тротуара, который летом был. А сейчас вот я просто смотрю, девочки идут. Ну что тут вот такая узенькая тропинка? И вот как балерины. Вот так вот. А по поводу снега, вот ветер сметает. Иногда смотрят, бух упал, потому что ветер сильный. Сейчас вот если только оттепель хорошая даст, и полетело все. Негативно о нечищенных дворах отзываются и автолюбители, чьи машины уже успели побывать в снежной трясине. Откуда они выбирались при помощи друзей, коллег или случайных знакомых? Улицы плохо чистят. Ничего еще. Узкие улицы. Особенно в новостроях, наверное. Да, застревал. На Карла Маркса застревал. Вызываем напарников. Приезжают, помогают ребята. Дороги у нас не чистят, че. У нас застревали уже? Да, везде. Как выкручивались из положения? Ну как, выталкивать или вызывать кого-нибудь. На вопрос, в чем причина такого положения во дворах, управляющие компании ответили, что население не отвечает на просьбы спецслужб о предоставлении им свободного пространства для чистки дворов. А ведущий специалист по жизнеобеспечению ответил, что за сложившуюся ситуацию ответственность несут управляющие компании и поведал о нехватке средств в городском бюджете. Администрация городского округа, город Нефтекамск, заключила договор со специализированным предприятием «Открытое акционерное общество Городская коммунальная служба» для осуществления уборки городских улиц. За внутриквартальные и внутридворовые проезды отвечают управляющие компании. Удаление снега с крыш и сбивание сосулек также является непосредственной обязанностью управляющих компаний. Таким образом, вопрос чистки внутридворовых дорог и крыш домов остается открытым. А жителям нашего города можно посоветовать быть осторожными и смотреть не только по сторонам, но и наверх.